привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга и сегодня мы с вами возвращаемся в страшно странную игру grey down серый рассвет и так друзья как я вам и обещала прошла серия мы попробуем с вами прокатиться вот этих веселых коняшек если нам конечно дадут да нам дадут более того там сидит странный мальчик внутри который нас ждет ты не хочешь выйти дитя тебя-то я и не заметил в прошлой серии так и поэтому это как говорится наша альтернативная история сохранка с собой у нас есть ходили святой отец давай поговорим подожди надо бить его по лицу хотя наверно не мешало бы глянь на себя дитя света мы не уничтожим тебя мой учитель тоже был сыном света но он пал давид настоящий ангел боль скоро закончится ад не бывает временно ад хранит страдания после смерти у тебя не будет ни плоти для ощущения греховных наслаждений ни желудка для услада едой и языка для упоения сладких бегов не тело для удовлетворения твоих глупиц но ты же будешь жаждать этого немыслимо ты же будешь жаждать этого это невыносимо вот это поездка так ну что ж друзья это вот было то что мы собственно говоря и опустили мы не поехали на этих лошадях а пошли пешком как настоящие без лошадники мы дошли в прошлой серии пешком к этой церкви не воспользовавшись этим экскортом и не проведя эту милую беседу и все остальное мы с вами уже видели мы были в этой церкви летали на крыльях хоронили давида и я вам скажу честно это самое самое завораживающее зрелище в этой игре это вот эти лошади так ну что ж поэтому давайте-ка вернемся к нашей сохранке которая у нас была и начнем на том самом месте на котором мы с вами остановились и так все ради игрушки да нет все не ради игрушки я так думаю что быть взрослым еще не значит быть мудрым что за башня такая мы здесь еще не были это какой-то новой ух ты сколько вас слова вы все призрачные да храм зимы по-моему такой же ледяной камень это значит был не призрачный камень это был кусок льда который лежал на кухне в доме нашего псевдосвященника псевдосвященника что за странно седалище тут православная греческая извините извините не знаю могу только предположить это явно бахус масона или ра и тоже что-то до боли знакомое разложи значочки младенец стоп тихо тихо не трогай давай сначала разберись что к чему и куда тебе тут и что тебе вообще надо что ты какие цели в твоей не не жизни теперь поскольку это не жизнь так что у нас а у я спущусь как только ты позовешь остальных семерых детей они хотят стать свидетелями этого особенного момента теперь я понимаю ты пришел в мой мир как свет чтобы никто верующий в тебя не оставался в очне то есть давид ты тянешь типа на святого да ну не знаю давид про образ какого давида то есть ухты тут у нас разложились все иконы вот для чего были эти подставки так а вот лучик должен приходить сюда понятно вот и призма так так ну предположим а а или или я должна как-то ее направлять на икону наверное да вот это сложный к для меня а там наверху какие ах вот смотрите все эти дети под знаками так может быть туда надо направлять призму то что они на икону вот наверно куда итак а а был ребенок стал старец странный знак для гавриила ладно давайте дальше пойдем к к ортодоксальному мы вернемся потом так где-то там звездочета это же нет это не тот знак подожди это будет следующий 0 грибок зонтик грибок зонтик так дальше теперь ты иди сюда Теперь веточка винограда. А вы все одинаковые, старцы? Видимо, да. Теплая веточка винограда. Ага. Я уже подумала, что её нет. Там девочка, между прочим. Но никаких женщин в высоких санах. Священников. Они все одинаковые, старцы. Так. Масонский глаз. Ох, как там мальчишка высоко прыгает. Выпустите его. Ой-ой-ой-ой. Так-так-так-так-так-так-так. Почему останутся другие? Это нечестно. Итак, остался последний значок. Интересно, мы их можем отправить обратно, если что? Вряд ли. Итак. Нет, обратно мы уже никого отправить не можем. Прости меня, отец. Я подготовлюсь к твоему славному возвращению туда, где ты был до своего падения небесам. Из-за этого несчастья, которое ты испытал, моя любовь к тебе возросла. Вот почему по возвращению к исцелению я дам тебе гораздо больше, чем изначально дал до грехопадения. Спасение. Я подвел его. Он пришел в этот мир, чтобы... Я к нему не пришел. Мне нужно запереть дверь. То есть... То есть... Что это было? Мне все приснилось? Что это такое за доска? Нет, это не доска, это просто блеск. Смотрите-ка, нету больше зелени в моих ящиках. Значит ли это, что я вернулся к нормальной жизни? Что это? Письмо. Я отправлю его вместе с ключом, когда буду далеко отсюда. А, это Давид. Друзья, мы за Давида. Взяли веревку. Накидку. Ага. Ага. Вот сюда мы веревочку привяжем. И по ней мы и спустимся. Он сделан из золота? Мы играем за мальчика сейчас, за Давида. У него все было в порядке. У него не росла трава в ящиках. И по радиусу с ним явно... А нет, у него... Давид, ты слышишь меня? Я должен сбежать сегодня вечером. Ага. А кто там звал Давид? А, это это, Александра. Я должен сбежать сегодня вечером. Почему Давид хочет бежать? Зачем Давид хочет бежать? Что не так, Давид? Ага. Неудавшийся завтрак. Почему он нарисовал мои глаза такими большими? На меня даже не похоже. Похоже, Давид был обыкновенный мальчик, но... В этом Содоме и Гаморе ему просто... Так. А, да. Письмо он взял, потому что письмо надо подложить. Так. Точно здесь ничего нету? Ничего нету. Тяжело переходить с психопата на нормального мальчика. Так. Понятно, что у нас тут. Что-нибудь съесть? Детям нельзя пить кофе. Детям нельзя пить кофе. Детям можно съесть пирожное. Хватай скорее. Нет. Да, я знаю, друзья, что, наверное, сейчас Давид будет всё-таки в окно вылезать. Здесь нет никакого барсука с вилками в боку. Или как... Как там было, да? Дверь у нас закрыта и... По-прежнему святых нет. На этой картине. Да. Так, ты уверен, что тебе не надо сюда ничего положить? Не надо, да? Пошли так, да. Он никогда меня не понимал. Вы можете навещать меня в моём мире, когда захотите. А если вы вовремя придёте, то я узнаю. Поэтому я всегда буду готовым. Вот что залезть. Ленточка. Мы обратили на неё внимание, но... Я знаю, что сейчас произойдёт, друзья. Вы видели? Ехала машина, да? И теперь Давид пытается сбежать. И я так понимаю, что куда нам надо бежать. И, к сожалению, это неизбежно. Поскольку... Это как возвращение в прошлое. Ты знаешь, что ты ничего не сможешь изменить. Только надеешься и... Просто-напросто повторяешь свою боль. Она заключается в том, что мы идём к фонтану. Я надеюсь, я в правильную сторону иду. Да, вот она церковь. Поднимайтесь, поднимайтесь в небо, в вечность, и за её пределы. Ух ты. Давид был фантазёр? Душайся. Вот так всё и было, боже мой. Пожалуйста, не умирай, пожалуйста, дитя моё. Пожалуйста, прости меня, прости. Это будет нашим маленьким секретом. Однажды мы встретимся снова. В моём неописуемом горе, глубоко в моей измученной душе. Я искал способ удержать его у себя. Мы всё ещё тут. Мы всё ещё тут. Волшебные олени оставляли следы. Я никогда не хотел знать, как его хрупкое тельце превратится в прах. Я хотел держать его в своих объятиях вечно. Но я знал, что это будет невозможно. Так, ладно, не говори теперь, что у тебя. О-о-о, теперь мне понятно, что за группа тебя там стоит в квартире. О-отец Авраам, ты тронутый, просто чокнутый. Я должен был найти способ удержать его рядом с собой. Но как? О-о-о, мой год. Именно тогда у меня возникла идея. Александра не могла этого вынести. Она покончила с собой в минуту отчаяния. Так вот, в чём дело было. Нет. Значит, я ошибаюсь. Я думала, что я уже не попаду сюда домой, что мы... Да, вот это, очевидно, кусок льда. Я думала, что мы что-то профукали в этой игре. Ну точно, он бьёт его. Смотрите, вон у него даже рука оттянута, и он... Он бьёт мальчишку. Тут даже сомнений нету. Поэтому маленький... Умничка сбежал. Всё-таки кого мы ждали в гости? Какая странная картина. Я не помню её здесь. А ведь это... Либо Давид, либо... Маленький принц. Так, по-моему, эта картина совсем другая. Да ладно. Вот эти-то детали я уже не помню. Вот здесь какие были картины. Ну вот эти, друзья, я советую вам и, наверное, себе тоже посмотреть более ранние записи. Я не помню, чтобы здесь был гроб с руками над диваном. Я помню, что мы были здесь. Здесь у нас ничего вроде как. Из-за трава? Нет, смотри-ка, не трава. Да, вот они следы. И, кстати, здесь вот призрак мальчика и стоял. Который повёл нас за собой. Здесь всё по-прежнему. Окно открыто, так. Вот это вот, конечно. Какой прекрасный вид. То самое вино, которое было у нас на... ...похоронах. Твоя спальня с Александрой. Так, комната Давида. Где-то с ним занимался экзорцистом, цизмом. Ага, здесь новая книжка. Сейчас, подождите, мы к ней вернёмся. Ой-ой-ой-ой. Неудивительно, что мальчуган сбежал. Что там за свет такой? И так, да-да-да-да-да-да. Я так и думала, что всё приведёт нас к этой двери. Я так и думала. Но пока я проверю всё, что здесь у нас есть. Да, и у тебя святых не появилось. Вот твоё облачение и всё остальное тоже. Кофе. Две чашечки. Ну, хочешь поговорить с дьяволом? Сходить с ума надо под весёлую музыку, я так думаю. Это придаёт изюминке. Изрядную жмень изюма. Так, что у тебя во рту, жаба? Ничего. Так, и как видите, мальчишки здесь нету. Я имею в виду куклёныша, который тут сидел. Так, ну что ж, я так понимаю, что всё, что нам нужно, это забрать книгу. Господи, тут ездит этот адский поезд. Не знаю, что это за книга. Боюсь наступить на этот поезд. Так, о чём она? Причём посмотреть её как-то ближе я не могу. Закрыть страничку и просто взять её я тоже не могу. Ладно, значит мы к ней ещё вернёмся. Итак, не нравится тебе, как он смотрит на эту дверь? А именно в эту дверь мы сейчас с вами и направимся. Боже мой, это ванная комната. Я держала его тело в ванной, наполненной льзом. Боже, какой ужас. Какой ты придурок. Какой же ты придурок. Вот что это. Это лёд. И на кухне был кубик льда. О, господи, вы видели это. Вы видели всё это. Теперь понятно, что случилось с Александрой. Ты навсегда останешься в моём сердце. У каждого человека свои звёзды. Одним тем, для других людей они всего лишь крошечки. Но для всех этих людей звёзды не мы. Вы, хотя у вас будут звёзды, как никто другой. И одной из них будет такая звезда, где буду я. Тебе покажется, будто все звёзды смеются. И это будет сродни тому, если бы я дал тебе вместо звёзд множество маленьких колокольчиков, которые умеют смеяться. Получено какое-то достижение от друзья. Я не увидела, какое. Ну, что я вам хочу сказать. Это конец. И насколько я знаю, насколько я уже, как говорится, чуть-чуть посмотрела, ну, не сколько отзывов, сколько первые взгляды по этой игре, я поняла, что в игре может быть несколько концов. От чего они зависят? Они зависят от того, собрали вы всё или вы всё не собрали. Поэтому, в принципе, мы с вами можем посмотреть и на то, каким был бы конец, если бы мы всё не собрали. Не стали бы там брать все эти ролики и прослушивать. Не стали бы собирать все иконы. Ну, больше тут как бы собирать-то и нечего. Кстати, если бы мы не собрали все иконы, каким образом тогда бы явились все вот эти священнослужители, что ли, в финале. В общем, вопросы-вопросы. Поэтому давайте-ка пока я не буду на них отвечать. И это пока не конец. А мы с вами посмотрим ещё одну концовку. И это будет для вас через пару секунд. И так, друзья. Второй вариант, при котором мы не всё собрали и не всё прослушали. И изменения начинаются вот с этого самого момента. С момента похорон Давида. Вместо своего сердца наш правый священник отдаёт вот это вот механическое, как видите. Хотя, как бы мы его можем и забрать. Ну, давайте посмотрим, что будет дальше. Благо мы уже тут помним более-менее... Ага, сюда нужно благовоние. Так, нам нужно одеться. И вот, в принципе, мы и готовы. Как ни странно, подожди, но... Так, ну что ж, давайте посмотрим, что теперь будет. Она была твоей, Давид. Да, положили мы ему сердечко не свое, а механическое, а все остальное вроде как и то же самое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы получите Г Word. Мы субтитры создавал DimaTorzok так ну что ж мы по-прежнему в церкви это было вот единственное различие того что различая и так здесь нас ждет машина поехали и как видите друзья извержение вулкана и никаких чистых душ в виде сов здесь нету у нас кружат вороны и как никогда извергается вулкан так и здесь у нас все тоже очень очень плохо все совсем по-другому нашли всех книжек как я и повторяю намеренно до что же мы будем делать а у ком да я спущусь как только ты позовешь остальных семерых детей они хотят стать свидетелями этого особого момента не очень жаль давид я не отыскал всех икон а зачем они вообще были нужны забудь интересно давид ты там сияешь вместе с собой так смотрите-ка видите не все то они все у нас есть иконы одну я не забрала как я повторяю специально что ж и пламя у нас совершенно другое так ну давайте еще раз сделаем это посмотрим кто явится к нам на сей раз священники только одеты они уже немножко по-другому и сурово на нас глядят я так думаю что это священники так и попробую пьешь не знаю просто воздух сюда перекачать эх-эх потому что там кто то есть кто-то стоит в этом значки все смотрите я не обратила прошлый раз внимание здесь все священники большие здесь поменьше но он без иконы почему же я не чувствую радости смотря на себя почему чувствую жжение почему я чувствую ненависть фил мая любовь к миру бесконечна но она сжигает подобно огненной реке разделяющие миры живых и мертвых ну вот чусь вы правильники радуются свету пока зло страдает в невыразимых муках я подвел его он пришел в этот мир чтобы при так ну что ж и опять мы задают давида я должен сбежать сегодня ночью поэтому я возьму плащ так все как раньше не знаю похоже на меня это не похоже не похоже мы должны написать письмо а кто ж тогда отправил письмо если давида сбила машина когда он бежал из дома кто ж его тогда отправил кто шанс он нельзя нельзя они никогда меня не понимали вы можете навещать меня в моем мире когда захотите если он короче он узнает и будет всегда готов так давид ты не хочешь немножко смотреться прежде чем бежать сломя голову на своих воображаемых оленях мы все с вами знаем что случится мы в принципе всегда знали нам показали этого зайчика нам показали этих оленей может быть если мы пойдем потихоньку мы мы не не и и мы не летим смотри на дорогу то что быстро ездит не их нет К сожалению, Давид мёртв. И народ нас по-прежнему не воспринимает. Чем же отличается тогда эта концовка? Пожалуйста, не умирай. Пожалуйста, дитя моё. Это будет нашим маленьким секретом. Нет, нет, как мог бы позволить этому произойти? Как? Эх. В моём неописуемом горе, глубоко в моей измученной душе, я искал способ удержать его у себя. То есть ты по-прежнему держишь его в ванне, да? Я так понимаю. Никогда не хотел знать, как его хрупкое тельце превратится в ванну. Я хотел держать его в своих объятиях вечно. Но я знал, что это будет невозможно. Я должен был найти способ удержать его рядом с собой. Но как? Именно тогда возникла идея. Александра не могла выяснить, и покончила с собой в минуту отчаяния. Хотя мы с вами не все прочитали надписи Александра. Ладно. Здесь мы всё знаем. Такая большая комната, мне казалось, должна была здесь быть. Так, по-прежнему... Наполненная льдом... Ванна. Но наполнена она, похоже, кровью. Когда я держу тебя, я чувствую, как смерть следует за мной по пятам. Ого. То есть... Ага. То есть, подождите, теперь я не могу выйти. Но я могу выйти сюда. Ого. Да, страшненькое зрелище. Петля. Я утратил свою веру. Я согрешил, ибо я предал невинную кровь. Та-да. Все пути ведут к этому суку. И к этому стулу и получено достижение застрял в лимбе. Обалдеть. 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 drie, пиво. Я жду. Все пути вдкома. Не любите д appearances. Динополь. ieso. да друзья ну что я хочу сказать делать страшные концовки и жутко омерзительные вещи у авторов этого этой игры получается гораздо лучше потому что например я вам сейчас в сравнении скажу что как бы happy end получился таким каким-то настолько как бы сладеньким красивеньким и поэтому фальшивеньким а вот жуткие вещи они очень правильно получаются до петлю на шею и это в принципе самый логический конец всей этой истории потому что не может быть у таких историй хорошего конца не может быть у маньяков хорошего конца это было бы несправедливо да и даже не в этом дело просто неправильно одно тем не менее эта игра и говоря об игре что я вам хочу сказать она странная она более чем странная кроме того меня не покидала всю игру чувства о том что наверняка так где у нас тут именно вот это псевдо религиозная тематика она действительно псевдо религиозная друзья здесь кстати не стоит обижаться или как-то гневаться по поводу того что задевает чувства верующих что это богохульство потому что на самом деле от религии здесь только скажем атрибутика которая ну также как вот здесь составляют тех же египетские богов якобы богов и так далее то есть что-то напоминающая религию ли какую-то веру есть там знаки и прочая какая-то атрибутика вообще той религии которые и не существуют в общем какая-то прим принадлежность скажем так с другой стороны как мне кажется создатели этой игры нарочно ввели вот такое узнаваемое обозначение чтобы вызвать ну может быть негодование вызвать какие-то чувства кроме чувства ну там страха или любопытства или кому-то может быть спортивно смотреть на то как течет кровь или или прыгают жабы на общем вызвать как можно больше чувств ощущений эмоций связанных с этой игрой им это удалось насколько стоило это делать или не стоило или достаточно было все-таки сделать ужастик и привязывая его к псевдо религиозной тематике это остается вопрос остается открытым мне это лично не нравится потому что это немножечко какая-то скажем так профанация и немножечко скажем так из дешевых трюков может быть где-то так ну а в принципе игра конечно сделана художники постарались на славу тут фантазии их и способности нету границ я в полном восхищении как сделаны с точки зрения художественной эта игра чисто я имею ввиду картинки и так далее вот как сделано режиссерский судить наверное и мне я не режиссер но тем не менее было достаточно интересно мне и поиграть достаточно интересно посмотреть и уж что что но равнодушной вас эта игра точно не оставит она ставит обязательно какой-то след вы будете либо плеваться вы будете восхищаться вы будете что-то что-то вы будете делать но я думаю что как бы именно этого создателя и добивались ну что ж а на этом мы давайте закончим с вами я вам свое мнение сказала пишите ваше мнение кое-кто уже сказал мне свое мнение и я так думаю что принципе естественно у каждого человека должно быть мнение по этой игре на то она и не ординарная игра 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 заставляющая нас что-то испытывать чтобы это не было поэтому друзья огромное спасибо всем кто смотрел это прохождение спасибо за ваше терпение за ваше понимание или непонимание но тем не менее за то что вы были со мной еще раз всем огромное спасибо всего вам хорошего и пока пока пока